Универньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана, только самые интересные и обсуждаемые новости к этой минуте. С вами Адель Шамилова. Итак, поехали. Здесь есть на что посмотреть, и Свияжск продолжает удивлять. Творчество не имеет границ. Казанский федеральный отметил день рождения великого русского классика. Пара слов о пиаре или в чем нуждается современный кинематограф. 9 сентября в Толстовский день России, в день рождения классика русской литературы Льва Толстого, в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, состоялась лекция для студентов КФУ. 9 сентября исполнилось 189 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В день рождения классика в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого состоялась лекция для студентов КФУ. Лев Толстой в зеркале казанской дореволюционной критики и литературоведения. Нам показалось интересным взять не какие-то общеизвестные факты на тему Казани Толстой, и естественно крайне сложно даже и в пространной самой лекции охватить всю обширную литературу Альве Николаевича. Мы вернемся к первым самым страницам Толстого ведения, которые приходятся на отрезок с конца 19 по начало 20 века и связаны с нашим городом. В преддверии 2018 года, объявленного в Казанском университете годом Льва Толстого, у истоков пролога его многообразных мероприятий нельзя не вспомнить первые открытия отечественного толстоведения. В нашем университете, в республике Татарстан и по всей стране отмечается день рождения классика русской литературы некогда студента Казанского императорского университета Альва Толстого. Последние годы Институт филологии и межкультурной коммуникации носит имя Альва Толстого. Соответственно, на уровне университета мы координируем мероприятие, связанное и с юбилеем, и со всеми мероприятиями, посвященными творчеству и биографии Льва Николаевича. Стоит отмечать, что в рамках года Льва Толстого в КФУ намерены привести массу мероприятий не только на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального. Диана Шилова, Леонард Бульсьяров, Универньюз. Пиар как основа кинематографа. Сегодня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел цикл мастер-классов. Посвященный продвижению кино. О том, как рассказывать о своем творении миру узнавал Денис Панкратов. Каким бы хорошим ни был фильм, никто его не посмотрит, если о нем не узнает. Поэтому современный кинематограф держится на трех китах – пиаре, продвижении и провокации. Именно пиар – основная тема цикла мастер-классов, которые прошли сегодня в шоуруме Высшей школы журналистики КФУ. Особое внимание уделили продвижению регионального кино. Этому был посвящен мастер-класс Generation P от Натальи Егоровой, пресс-секретаря Молодежного центра Союза кинематографистов России. Но не только региональное кино в центре внимания фестиваля. Другие мастер-классы были посвящены краудфандингу и аналоговым кинопоказам. Мастер-классы проводятся в рамках четвертого форума «Время кино», посвященного особенностям кинопоказов России и за рубежом. Спикерами форума стали известные кинопрокатчики, пиарщики и продюсеры из нескольких стран, среди которых Сербия, Турция, Эстония и Иран. На форуме не только рассказали о пиаре и производстве фильмов, но и провели несколько кинопоказов. В частности, гости форума увидели картину «Жги» режиссера Кирилла Плетнева. Также на форуме проведут день казанских презентаций, где татарстанские режиссеры расскажут о своих новых проектах, находящихся в стадии производства. Денис Панкратов, Роман Саварин, Универньюс. В Свиярске открылась выставка, посвященная яркой странице истории, военной и охотничьей культуры. Подробности смотри далее. 8 сентября в выставочном зале «Старая водонапорная башня» Государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника «Остров Град Свиярск» открылась выставка «Натянутая тетива». На выставке демонстрируются более 150 экспонатов предметы из фондов Национального музея Республики Татарстан, Эднографического музея Казанского федерального университета, материалы реконструкции. Выставка посвящена яркой странице истории, военной и охотничьей культуры, лукам и их атрибутам. Луки и стрелы стали символами воинской доблести. Мастерство владений ими нашло отражение в мифологии, языческих культурах, народном творчестве и изобразительном искусстве. По песцовой книге Свиярска и Свиярского уезда 60-х годов XVI века мы также знаем, что здесь были мастера-лучники. Поэтому нам эта тема интересна, но мы впервые к ней обращаемся. Для того, чтобы сделать экспозицию более насыщенной, подлинными предметами, мы обратились в крупнейшие и старейшие музеи нашего региона. Первоначально колчаны имели такую цилиндрическую форму, более плоскую, то есть вот такая фигурная форма. И делались они из бересты, обтягивались кожей. А более такая уже фигурная форма, это более поздний, ну где-то XVI-XVII век. Конечно, да. Среди подлинных экспонатов большинство составляют региональные находки, относящиеся к Волгокамскому краю, археологические предметы первобытной эпохи Средневековья. Аурелия Сташкова, Ленарда Влитяров, Универньюс. Болгар принимает гостей. КФУ совместно с вузами Германии организовали работы школы «Россия-Европа». Какие цели и задачи школы узнаете в следующем сюжете. Школа России и Европы. Международная межконфессиональная коммуникация в мультикультурном мире начала свою работу. В Болгар прибыли студенты из Казанского федерального университета, Института археологии имени Халикова, а также немецких Магдебургского университета имени Отто фон Герике и Регенбургского университета. Базовой целью школы является создание пространства для свободного общения и адаптации немецких студентов к российским реалиям. Студенты КФУ, в свою очередь, готовятся к пребыванию в Германии. Участниками школы стали 19 студентов Магдебургского и Регенбургского университетов. Также в Болгар отправились 5 студентов Института международных отношений, истории и востоковедения. Мы работаем на те цели и задачи, которые стоят сейчас перед Казанским университетом. Это прежде всего связано с организацией и обеспечением совместных образовательных программ и академической мобильности. Поэтому в этом институциональном взаимодействии летняя школа имеет огромное значение. Рабочим языком школы избран русский язык. И большое внимание уделяется погружению в его основы и нюансы. В рамках общения на мастер-классах студенты периодически переходят либо на немецкий, либо на английский язык. Языковая практика становится обширной для всех участников школы. Это уже не первая работа с Регенбургским университетом. С прошлого учебного года реализовывается сетевая программа двух дипломов германо-российские исследования. Магдебургский университет стал партнером КФУ только в апреле текущего года. Однако динамика развития взаимодействия стремительна. Уже сейчас достигнуты договоренности о проведении регулярных международных летних школ. Разрабатываются программы академической мобильности студентов и преподавателей. Также началась работа по подготовке сетевой магистрской программы, старт которой будет дан в 2019 году. Мы обсуждаем возможность проведения школы на территории Германии. Кроме того, у нас уже в этом году запланированы обмены студентов и Казанского университета, и Магдебургского университета. Для того, чтобы составить и реализовывать совместные образовательные программы, мы составили план стажировок как наших преподавателей в Магдебургском университете, так и университета Магдебурга здесь. Школа является своего рода этапом рассмотрения вопросов, связанных с взаимодействием представителей разных национальностей и культур на пути к проведению форума «Ислам в мультикультурном мире». Артем Тупичкин, Универньюз. В спортивном комплексе «Москва» состоялся день открытых дверей. Чем запомнится данное мероприятие, узнаете прямо сейчас. Девятого сентября спортивный комплекс «Москва» открыл свои двери для всех желающих, где стартовал набор юных талантов. Каждая из секций презентовала свою программу. Участники продемонстрировали свои способности по акробатике, гимнастике, настольному теннису, джиу-джитсу и другим видам спорта. По завершению мероприятия у всех желающих была возможность записаться на понравившиеся направления, а также пообщаться с его руководителем. «Наш спорт называется бразильское джиу-джитсу. Слабый человек может противостоять более крупному и более сильному за счет появления опоры, за счет ног». «Мы представляем спортивную академию «Вершина». Мы занимаемся с маленькими, гимнастикой и танцем. Набор производится с полных трех лет». «Мы любим танцы». Кристина Айзева, Владислав Сергеев, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Будь в теме событий вместе с Универньюз и следи за нами в социальных сетях. Увидимся в следующих выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok